Всем привет, с вами Макс Гинтер, мы продолжаем играть в сагу о Знамени, часть вторая. Собственно, давайте начинать что ли. Глава десятая говорит на разных языках. Я не помню, чем закончилась предыдущая глава, вроде как... А, сейчас мы должны вроде как играть за тот первый лагерь, да? Ну, не первый лагерь, а наш основной лагерь, в котором основные герои находятся. Так, для начала я хочу убедиться, что идет запись. Запись идет, отлично. К вам подходит некогда энергичный мастер, он выглядит разбитым и встревоженным. Я уже благодарил за то, что дали мне отдохнуть. Я никогда раньше не пкал столь сильного заклинания. Ты уверен, что уже готов идти? Ты выглядишь... Знаю, видел свое отражение. Выгляжу таким зрелым. Мастер усмехается, враз становясь как будто моложе. Не каждый остановил бы караван так долго. Особенно, когда земля ходит ходуном. Так, вариант ответа. Нужно держаться друг за друга. Мы дойдем до цели, сколько бы времени это не заняло. Твой парящий мост стоил многим жизнь. Ты знаешь, что сотрясает землю. Мы давайте второй вариант выберем. Мы дойдем до цели, сколько бы времени это не заняло. Рад, что ты так думаешь. На рушащиеся горы и трещины в земле должны... Ну, рушащиеся горы и трещины в земле должны бы нас подгонять, а не наоборот. О, я думала, раз уж ты смог перенести нас через пропасть, то и падающие скалы тебе по плечу. Он снова улыбается. Ты не думала над моим предложением? Уверен, немного мастерства тебе не помешает. Вы обдумываете предложение. Ой, ну я бы не хотел, чтобы он становился ткачом. Все-таки, блин, батя у нее был лучник, она сама была лучницей, поэтому нет. Мастер молча улыбается. У меня выбралось то, что она хочет больше охотничьей, свои навыки развивать. Знаешь, твои навыки лучницы будут только расти. В сумме с твоей решительностью это, возможно, послужит тебе даже лучше любого ткачества. Вы благодарите его, и он уходит. Мораль снижена. Звериная тропа, говорит один из собравшихся у места охотников, глядя на примятую траву. Не могу сказать, кого именно мы найдем, но наши желудки оно наполнит. Позволить охотникам заняться сделано. Заключить пари на то, кто добудет самый большой дичь. Нам нужно идти дальше. Вот так, правильно, у нас немножко упало. Давайте выберем второй вариант. Присутствующие улыбаются и задают монеты, прежде чем двинуться по тропе. Когда тарис изобретается, двое охотников бегут налево, по мнению троих других, многообещающим выгодит путь посередине. Вы обдумываете решение. Поискать на земле следы, пойти след за охотниками налево, пойти за охотниками посередине, пойти направо свои, давайте своей дорогой пойдем. Вы решаете охотиться один и бесшумно, ну точнее одна. И бесшумно следуете по тропе. И действительно, пара зайцев молниевые улепетывают, прежде чем вы успеваете взглянуть на них. Только напугали их вовсе не вы. Запах зверя удаляет в ноздри, когда, придираясь сквозь кусты, рядом появляется медведь. Вы инстинктивно целитесь и делаете невероятный меткий выстрел. Ваш выстрел приносит... Ни хрена себе, блин, что это за медведь такой? Я такого, посмотрю, 537 килограмм мяса. Правда, до каравановых сил вытащить лишь 100, ну хоть сколько. Один охотник ранен, но он поправится. Двое других приносят массивного бурова. Но всем ясно, что победитель вы. Так и подобает главному. Вы возвращаете людям монеты, и пока мастер лечит ногу раненого охотника, все немного выпивают. После, во время пиршества, крыван слушает рассказы об охоте. Мораль вот, и мораль повысили, и припасов добыли. Отлично. Тише, мальчик, кричит мужчина на йокса, когда тот чуть не опрокидывает повозку. Некогда ровная восточная дорога усеяна колдобинами, и похоже, что дальше еще хуже. Ямы зияют, словно открыты рты. Вы бросаете взгляд на Эйвинда. Он мотает головой. Весь крыван останавливается на привал. Разбитая дорога сильно нас замедлит. С такой-то толпой скоро мы начнем голодать. И кто знает, какой крюк придется сделать, чтобы вернуться на дорогу к северу. Тогда пойдем на юг, к руслу Ормса. Еще можем пойти на запад, грунт, дару. Тигри какое-то время трется у локтя Хакона и, наконец, выходит вперед. Идти на юг странно. Там уже полно тех людей. Давайте спросим, почему он ведет. Что, если я прожил там целую жизнь? Под каждой корягой там куча еды, но чуть зазевался и жди беды. Его глаза расширяются. Скаль, чего не подхватываешь. Но что не так с южным направлением? Другой образ жизни, устаревший, держитесь поближе к грязи, и болотники будут не такими приставучими. Думаю, он про тех дикарей, что живут в мрачных болотах. Тригри смотрит на Ивер с суровым взглядом. За такие слова ты можешь проснуться опухшим от яда в теле. Он смотрит на Ивера, надув щеки. Вот почему варлы водятся только себе подобными. Каждый человек по-своему безумен. Тригри хватается от смеха за живот, а затем вдруг останавливается, принюхивается и уходит в свадьбу. Странно этот чувачок. Странно, но в его словах есть доля правды. Мы будем проходить местам совершенно нам незнакомым. То, что вы бы остались позади, не значит, что нам больше нечего бояться. Будь у нас больше еды, стоило бы остановиться и научить хотя бы часть беженцев сражаться. Вы обдумываете варианты. Давайте просто отдохнем, а отреку к нам позже. Мы должны идти дальше до бытчиков и так мало. Давайте просто отдохнем. Покрыван разносится весь опривали. Так... Ух ты! Наместник что-то там. Ну, не наместник, а... Это же, по-моему, королевский отпрыск, насколько я знаю. Ну, не королевский, но вы поняли. Ну, вот так, подходи поближе, дай же тебя рассмотреть. Сейчас, это опять, сейчас я хочу поупражняться. Так, а сейчас, интересно, будет опять режим с испытаниями. Нет, подождите, подождите-ка. Черт. Черт. А, блин. Сори. Я хочу попробовать пройти его испытания. Если мы выполним все эти испытания, то мы получим какую-то крутую... То ли обилку, то ли предмет. Может быть еще что-то, не знаю. Нет, это мы сейчас не будем. Надо проходить, нафиг. Можно мне отсюда выйти как-нибудь? Закончу тренировку. Вот, слава богу, такая функция есть. Давайте лучше попробуем сейчас попытаться испытания пройти. Я же говорил, что каждый раз я буду пытаться, если... Давай, вызов принят. Главное, все грамотно рассчитать. Это мне чем-то, знаете, напоминает Warhammer 40, который реджесайт, где там тоже свои сайт-квесты, так сказать, были побочки. Так, создать стену щитов, убить врага пробоем. Ранить тяжелым утром сразу троих воинов. Так, ну стена щитов, а пробои-то, по-моему... Нет умения, значит это не то. Так, хорошо. Убить врага пробоем. Инициативу, но если дополнительный герой, надо сказать броню. Ну, рассечение, а пробой-то где? Хищная птица. А вот пробой. Терявшую броню, если лучник оставался на месте. Вот оно что. То есть это лучник должен убить. Так, для начала давайте сделаем вот так вот еще одну броню дополнительную. Я сейчас, наверное... О-о-о-о. Твою мать. Так, ну у нас уже ничего не получится. Давайте, что ли. А, вот, кстати, у нас подсказки, да? Давайте попробуем что-то переиграть. Все-таки хочется хотя бы одно шлиспытание завершить, что ли. Не знаю. Да-да-да, бла-бла-бла-бла. Результаты. Надеюсь, за попытки у нас не караются. Снижение импровианта. Так, чему ты можешь меня научить? Вызов принят. Сплевывает. Дрябкает. Ну, может и сплевывает тоже во время, не знаю. Это уж как ваш фантазий позволяет. Так. Есть лучник подвижен, а броня врага повреждена. Убей его. Вот оно что. То есть надо броню гасить. Только лучницу не трожь, скотина. Блядь. Опять. Ранить тяжелым ударом сразу троих. У нас пока... Пока никак. Лучницу пока уйдем подальше. Давайте так сделаем. Чтобы она просто так не ходила. Так. По-моему, самое время ранить сразу троих. Или нет? Сколько у нас жизнью? О, две жизни всего. Это совсем не густо. Тяжелый удар. Блин, а там должны быть... Охереть. Короче, не, не выходит. Нахрен. Раз не выходит, то в шоку. Можем тут много потерять времени. И нервов тоже. Что у нас там хочет? Как я его зовут? Даже забыл, кого зовут. Уже сто лет его не видел. Принц идет себя на много сдержаннее обычного. Вы с Ивером встречаете его, смотрящим вдаль. Он крутит на пальце кольцо. Рядом с ним спокойно стоит Ирса. Рады, что скоро будете дома? Буден оборачивается, улыбаясь вам обоим. Ты удивишься, если я скажу нет. Даже после той расселены... Разве вам не опостылило быть так далеко от Арберанга? Жизнь дороги меня еще не утомила, так что все в порядке. Скажу больше, мне кажется, я даже немного научился тому, как вести за собой людей. Вы, Ивер и Ирса ошеломлены этой фразой. Я вырос в комфортном окружении среди мудрецов и воинов, но я ничего не знал о жизни. Будете так говорить, точно не заведете себе друзей в караване. Но так и есть. Живя среди этих беженцев, я осознал разницу между жизнью и столицей. Мне кажется, я стал их понимать. Что же вы поняли? Мне кажется, они знают о вещах, которые я... Которые знаю я столько же, сколько я знаю о вещах, которые знают они. Например, они почти ничего не знают о том, как в королевстве устроена экономика. А я мало что знаю о том, что они продают. Я знаю торговые пути, но они знают, как торговать. Вы еще никогда не видели принца таким оживленным, но теперь он понурился. Но я не уверен, что король оценит эти знания. Ирса со мной согласится. Отца нельзя назвать открытым человеком. Король жесткий человек. Он и должен быть таким, но сын его слабость. Лудин со злобой смотрит на нее, но лучница только ухмыляется. Можете рассказать мне о короле Мейнольфе? Мейнольфе. Могу, но не так уж много. Он король, но темы, на которые с ним можно поговорить, строго ограничены. Все разговоры сводятся к тому, что он указывает, что надо делать. По сути, так оно и есть. Когда-то я лично... А, я точно так же думал о своем отце. Иногда. И дело не в том, что я его сын. Сами увидите. Обычно короли придерживаются принятых ими решений. Может, когда-нибудь вы увидите почему. Знаю, просто не думаю, что он разделит мои идеи о совместном бытие с простыми. Как хотите, чтобы я вас назвал. Вы все люди принц, даже вы. Какой очаровательный способ меня унизить. Ирса закатывает глаза. Просто не относитесь к отцу предвзятой. И он не отнесется... И он отнесется к вам так же. Я никогда об этом не задумывался. Надо обмозговать. Принц Слудин и Ирса уходят. Вы чувствуете на себе взгляды и веры. Что? С каких это пор ты раздаешь мудрые советы? Может, это из-за того, что я слушаю тебя? Боги не совершают ту же ошибку. Вы оба улыбаетесь и двигаетесь дальше. Так, ну у нас никто не ранен. Герои прокачивают, я пока не вижу смысла. Давайте просто уйдем. Группа из пары десятков человек, все худые и грязные, сходят с дороги. Давай окрованно пройти. Пожалуйста, обращается маленькая девочка. Дайте еды. Ее мать потупляет взору и уволит девочку в сторону. Конечно, можете взять немного. Что вы здесь делаете? Можете пойти с нами, если хотите. Ну, а девочки, давайте предложим им пойти с нами. Не знаю. Водяги обмениваются взволнованными взглядами. Мужчина отвечает. Все же лучше, чем гладь в одиночку. Группа бугарит вас и примыкает к краю ванну. Нет, ну они могут и помочь, я думаю. Хотя, вспоминая, что случилось рядом с Вороном, не стоит так всем доверять, но ладно. Стоит вам пересечь русло реки Ормса, как рассекающий влажный воздух ветер стихает. Потемневшие небеса готовы пролиться дождем. И вскоре крупные капли воды превращают дорогу в чавкающую грязь, замедляющую движение каравана. Люди с головой укрываются плащами, а детей и животных собирают ближе к телегам. Погода началась, да? Беженцы еду собирают у нас, смотрите-ка. Я надеюсь избежать посещения этой части королевства еще хотя бы несколько лет, замечает принц Лудин. Другим, по крайней мере, хватило ума сбежать из этой клоаки. Как бы высокомерно это ни звучало, он прав. Вокруг очень мало признаков жизни, но тем не менее, вы чувствуете, будто за вами наблюдают. Рев обычно спокойного йокса дает знать, что ему сложно тянуть повозки. Все это уже успевает порядком осечерстить, когда к вам подходит разведчик. Нашел каменные указатели, которые выведут нас к дорогам с твердым покрытием. Он указывает направление, пытаясь перекричать быка. Они неровные и ухабистые, но ехать будет легче. Веди нас каменные указатели, мы не отклонимся. Давайте, пускай у нас идет, что нет времени спрашивать, что почем. Крайван немедленно меняет курс, но вскоре вы видите низкие каменные указатели вокруг. Некоторых из них обвязаны палки. Двигаясь по утрамбованным буграм, крайван убирает скорость, пока не слышится детский крик. Вы отбегаете назад и видите, как из дыры в одном из бугров, в котором мы проехали, вытаскивают мальчика. Внутри лежат почерневшие, завернутые во что-то тела, похороненные всего лишь в сантиметрах от поверхности болота. Вы сейчас шагаете по могильнику. Скажите всем, что вы собирались, говорит Ива, а если уйдем сейчас, может быть, никто не узнает о нашем присутствии. Вы объявляете Крайвану о скором отходе, но чувствуете, что за вами наблюдает руга. Они тут повсюду ковечит мужчина с края Крайвана, и мы увязли в грязи. Вас окружают болотники, и их предваритель выступает, придет и воскрикивает. Ничем другим, кроме крови, не рассчитаться за проход по земле наших мертвых. Раздается возглас, они готовятся к атаке, принесли круговую оборону, просьба договорится с болотниками, послать на переговор Тригви. Давайте пошлем этого странного типа. Разве я не говорил, что просто не всегда просто? Замечает Тригви, очевидно, он нервничает, чего вы за ним никогда не наблюдали. Что если они станут слушать меня так же, как это делаешь ты? Сделай все, что сможешь, нам нужно подготовиться к атаке. Заботитесь, как себя не оправдывай. Давайте первый вариант попробуем. Тригви впервые на вашей памяти смотрят вам в глаза. Лучше не спать в странных местах, говорит он, перед тем, как развернуться на пятках. Он идет через болота, подняв руки в знак мира. Ваши бойцы используют возможность выстроиться получше, направляя безоружных движек к центру. Болотник окружает Тригви, пока он в своем... Да ладно. Блин. Печаль. Болотники окружают Тригви, пока он в своей излюбленной манере обращается к их лидеру. Тот дает Тригви высказаться, затем закрикивает. Вот ваш блудный сын, вот наш блудный сын, сверачивание домой. Болотники закалывают Тригви копьями, бреже, чем вы успеваете, чтобы вы тут приняли. Блин. Их больше, чем бойцов, которых вы обучили, но этот бой еще может выиграть, если используют правильную тактику. Много ваших жителей погибнет, если вы проиграете. Болотники приближаются, кажется, в движение приходит все болото. Эйрик, страшный из прибрежья, говорит, у них боевые медведи. Знаю, звучит безумно, если мы измотаем одного, я смогу его приручить. В ответ на ваше от смятения он улыбается. Прибрежья подтвердят, медведи могут быть очень полезны. Акан Ратчит, мы будем рисковать жизнями, чтобы ты получил нового питомца. Главное, думайте решение, хорошо, но это должно стоить риска. Давайте попробуем. Надо устранить всех, кроме медведей, говорит Страж, остальное оставьте на меня. Это безумие, ну ладно. Митл начинается с луки Эрика. Фу, блин, жалко того мужика-то. Он хотя бы был каким-то чудным, но, блин, все равно же. Ничего плохого он нам не сделал, по крайней мере. Так. Я, наверное, возьму 3... 3-3. А, понятно, он за медведями, да? Ну, давайте Эрика прокачаем, а у нее, короче, не получится прокачать. Ну, в принципе, нормальный расклад. Только нам ему нечего дать пока. Плюс 2 силы. Я бы вот эту ему тему дал, а Гунульфу что-нибудь другое на четверку. Если такое, а такого тоже нет, да? Так, что у нас у Хакана? У Хакана... 2-2 силы, давай. А, это на 5, да? А у Ивера что? 3-2 дает тема. 2 воли за убийство, 1 сила, на 6. Так, что у Ивера? Вот лучше, мне кажется, эту тему взять. Блин, чё же нам дать Эрику-то? Так, не уже есть уже... А, всё, мы раскидали, да? Вроде не достался Гунульф. Или Гунульф кем-то заменить. В принципе, давайте попробуем заменить его на ученицу. Вот так вот. Бой. Попробуем. Так. Два медведя, да? В этот раз я попробую играть чисто в обороне. Всех поставлю на задние линии. Вообще всех. Сначала ходят эти... Нет, подождите-ка. Так. Ну, куда-нибудь... Блин, да что ж такое? Попробуем в обороне отсидеть, так сказать. Дождь и стрел, да? Хереть, медведь боевой. Попробуем. Твою мать. 80% не попало. Ты чё? Ну, шикарно вообще, блядь. Скоты. Блин. Она ту же самую тему сделала, да? Чёрт, это надо... Блин. Ладно. Хорош. Сука. Ну-ка, давай-ка его. Натыкаем. Ежа из него сделаем. Оооо, это жёстко сейчас будет. Сука. Блядь. 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 У него ж, по-моему, был круговой. Да, вихрь есть. Надо пробовать. На, тварь. Давай, не подведи. Рожь. Срать на этих медведей, главное выиграть битву. Это всё, блин, не самоцелить, а медведь вонючий. На тебе, скотина. Всё, прощай. Нет, Хаконжи. Так, кто ходит дальше? Дальше ходит медведь, да? Давайте лучше вот этого добьём, товарища. Хорош. Так, вихрь. Блин. Блин. Ну ладно. Хорош. Ну дальше кто? А этот, когда ходит, он достаточно далеко ещё, да, до него. Давайте броню снимать ему, что делать. Так вот. Медведёнок. Медведёнок. Так, хорошо. Стащили. Не-не-не, какой конец? Даже не вздумай. Чё, медведь-то не сдох? Я думал, ему конец. Молодец. Так, ну у него всего одна жизнь. Чё он там? Ну брать, блин, ни хера себе он снял. Чё он там? Чёрт. Хорош. Так, дальше ходит лучница И тут ходит после Давайте сейчас снимем лучше броню Вот так вот сделаем Чтоб потом Нашей второй лучнице было полегче Хорош Ах ты тварь Жестко Так, вихрь Давай лучше в нее Убили, сволочи Охереть он, блять Че так много-то он снял У него пятерка всего была, блять Он три снял Ни хуя себе У меня на восьмидесяти не проходит А у него прошло там Ниже восьмидесяти процентов шанс Охеренные расклады, блять Начинается хуета Че он ходить не стал Что-то я не понимаю Ну а зашибись вообще, блять Так, ну медведя мы уже приручить не сможем Поэтому лучше отдохнем Получим звезду себе Так, и лучше вообще не ходить никуда На месте стоим Плюс лучницы получают бонус за это все Сука, нет Охеренных Безârнен Хорошо не пошёл. Хорош. Ну чё тварь? Сейчас ты у меня получишь по щам. На получи говно. Ну чё шансы есть. Не буду конечно загадывать. Так 5, 8, вот эту надо гандошить. У неё целых 8 силы ещё. Так. Потихоньку, потихоньку. Может пробьёт? Да, молодец. Так, у неё столько 8, да, сила? Блин. Повезло. Это нафиг пока. Ах ты тварь, сука. Так. Так, 8, 6, да? Ах ты тварь. Хорошо. Чёрт. Ах ты тварь, да. Ах ты тварь. Давай-давай-давай, мы сейчас ее сделаем. Блин. Попади! Есть, получай, тварь. Фух, да уж, что-то битва была, но мы одержали победу в итоге. Медведи, право, не прикручили ни одного, ну и черт. Какие-то брыганы, короче, болотные у нас напали. Ну, тем как бедняки какие-то, которые на болотах живут. Не, ну, прецедент у них был, мы проехали по могилам, да, их предков, случайно. Сейчас будет телагер. Сейчас дойдет заставка и, наверное, будем на этом потихоньку заканчивать. Каменелое пламя отпугивает варлов по сей день. Так, и что? А, понятно, ну, давайте посмотрим. Ладно, давайте на этом, в общем, закончим, продолжим уже следующей серии. Оставляйте комментарии, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, также вступайте в группу ВКонтакте и зовите своих друзей. С вами был Макс Гюнтер. Макс Гюнтер. elevаться.